За последние 30 лет население Центральной Азии выросло втрое, а природные ресурсы резко деградировали. Изменяющийся климат и сокращение объемов поливной воды угрожают снижением уровня продовольственной безопасности, увеличением числа людей, живущих за чертой бедности, и усилением конкуренции за природные ресурсы в регионе. Засоление, заболачивание, а также деградация почв и пастбищ отрицательно воздействуют на продуктивность сельского хозяйства, которое составляет от 10 до 38% ВВП в экономиках стран региона и обеспечивает средства для существования от 18 до 65% населения. С момента обретения независимости урожайность в регионе снизилась почти на треть. От 60 до 80% сельхозугодий Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана за три десятилетия подверглись эрозии. Среди причин – последствия изменения климата, неэффективное управление земельными ресурсами, чрезмерное применение химических удобрений и средств защиты, нерациональное использование пресной воды и другие факторы, оказывающие негативное влияние на окружающую среду, включая частичную потерю разнообразия, флоры и фаун. В 2018 году стартовала вторая фаза проекта «ФАО и ГЭФ», нацеленного на внедрение эффективных практик комплексного управления природными ресурсами в странах Центральной Азии и Турции. Целью этого проекта является снижение нагрузки на окружающую среду путем внедрения эффективных практик и современных подходов по комплексному использованию природных ресурсов для снижения их деградации и одновременного повышения урожайности сельхозкультур, повышения готовности к засухе, противодействия засолению, а также содействия в реализации двух конвенций ООН по борьбе с опустыниванием и об изменении климата. Сформирована региональная платформа для обмена знаниями в области устойчивого управления земельными ресурсами. В пяти странах определены 18 пилотных территорий, где уже в течение трех лет ведутся полевые работы. В тесном сотрудничестве с национальными и международными партнерами проводятся исследования и интенсивное обучение фермеров. На пилотных участках в Казахстане внедряются соли и засухоустойчивые культуры, ресурсосберегающие технологии, а также методы управления пастбищами. На данный период мы работаем совместно с ФАО над проектом по засухоустойчивым культурам. Здесь в Капале у нас 77 гектаров различных культур, которые мы высели и показываем нашим фермерам. На пилотных участках в Кыргызстане были посеяны засухоустойчивые элементы. Элитные сорта эспарцета, люцерны и других кормовых культур высокой урожайности. Также были установлены датчики измерения воды и компьютерные станции для фиксации данных. Для рационального использования пастбищных ресурсов фермерам-скотоводам рекомендовали переходить к разведению высокопродуктивного скота. В Узбекистане проект помог установить агрометеостанции, которые позволят фермерам планировать сроки посева и сбора урожая. В рамках инициативы «Миллион фруктовых деревьев» высажено уже более полумиллиона саженцев. На пилотных территориях в Туркменистане построили сардобы, водохранилища для хранения пресной воды. И создали питомники по выращиванию засухоустойчивых растений, деревьев и кустарников. Растения будут способствовать закреплению подвижных песков. На площади более 500 гектаров в Таджикистане уже внедрены практики эффективного использования поливной воды. Возделывание засухоустойчивых культур, установка систем капельного орошения и внедрение севооборота. Программа «ФАО ИГФ. Инициатива стран Центральной Азии и Турции по устойчивому управлению природными ресурсами» призвана не только внедрить практики по рациональному управлению природными ресурсами, но также обеспечить экономическую устойчивость и продовольственную безопасность населению региона.